Отвечающий вызову времени, посылу главы государства и запросам общества. Работа экспертной группы над уставом Ульяновской области вышла на финишную прямую. В региональную конституцию внесено более 30 изменений. Так появилась статья, связанная с территориальными основаниями Ульяновской области. Прописаны положения гимни, гербей, флаги 73-го региона. Внесенный ряд поправок в части различных социальных льгот для граждан. Появилась общественная палата, которой тоже нет в нынешней редакции устава. Появилась ответственность общественной палаты именно информировать и население, и законодательное собрание о проделанной работе за год. Чтобы мы все с вами понимали о том, чем занимаются общественники, а именно гражданское общество, которое мы все с вами представляем. Работа над поправками началась еще в январе. В составе рабочей группы ведущие общественные деятели, юристы, представители научного сообщества, законодатели и федеральные эксперты. Новая редакция устава Ульяновской области готова к общественным обсуждениям. Предложить свои корректировки может каждый ульяновец. И даже если они не попадут в устав, то вполне себе могут стать нормативно-правовым актом или законом. Такое вот всенародное обсуждение устава – настоящая народная законотворческая инициатива. Пока обсуждение в формате онлайн. 3 июня документ разместят на сайте законодательного собрания. Свои предложения можно отправить на почту или в отдел по работе с обращениями граждан. Их соберут в течение месяца. Чуть позже проведут и большие очные слушания для населения по проекту устава. Я думаю, что это будет уже ближе к осени или осенью. С учетом уже принятых, я надеюсь, поправок в Конституцию. С учетом изменений, которые, возможно, еще произойдут в федеральном законодательстве к этому времени. Сколько мы видим, что поправки в Конституцию, они большой пласт федерального законодательства затрагивают. Кстати, на сайте разместят не только текст самого закона. Он сложен для восприятия рядового гражданина, так как содержит многочисленные юридические нормы. Но и подробную пояснительную записку с обоснованием каждого внесенного изменения.